Всем привет! Как ваш ничего? Надеюсь, что у вас всё хорошо, что осень оставила от вас что-то живое, потому что это был тяжёлый период, не знаю, как у вас, у меня так точно, но зима врывается в нашу жизнь, и я надеюсь, что она будет лучше. Я, по крайней мере, очень хочу в это верить. В любом случае, сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить прочитанное, поэтому обязательно пишите мне в комментариях, что вы прочитали за ноябрь месяц. Возможно, было что-то, что особенно попало стрелой в амбру в ваше сердце, мне будет очень интересно почитать. Ну, а сейчас я расскажу вам о своём прочитанном. Уже традиционно в этом месяце у меня получилось пять книг, как говорится, пять, но каких? На самом деле, реально, книги получились довольно прикольные, поэтому сейчас я вам обо всём расскажу. Первая история сегодняшнего видео — это Элиза и её поклонники Дженнифер Адамс. Безумно симпатичная книжечка, внутри есть иллюстрация очень красивая. Этот покет, эта обложка. Девчонки, если вы ещё не в любви к этому изданию Эксмо, то присоединяйтесь, потому что это прекрасно. Как я вообще узнала об этой истории? Мне сказали, показали, рассказали, что это будет похоже на Бриджертонов, и я такая, мне это надо, мне это абсолютно точно надо. Потом мне сказали, указали точнее, что эта история 16+, и я такая, а почему? Что происходит? Но это ничего не навредило истории, я бы даже так сказала, потому что там всё равно были а-ля постельные истории, сцены, одна. В общем, это было довольно горячо в любом случае. Было интересно, сюжет у нас вообще заворачивается вокруг Элизы, непосредственно нашей дамы, которая дебютирует в этом году. По-моему, это так называется, да? Дебютирует, неважно. Вот они приезжают на лето в Баден-Баден со своей семьёй, и вместе с её братом приезжает его студенческий друг. Сами понимаете, троп от... ой, друг старшего брата. Обожаю этот троп. А здесь это у нас ещё и троп в 19 веке. Было интересно. При этом я не ожидала, что будет так горячо. Когда узнала о том, что эта история будет 16+, я думала, что это будет более что-то такое классическое. Оно плюс-минус так и выходило, но при этом эти более такие монотонные описания смешивались с вот этой вот горячей любовной линией. И я сидела такая, типа, а что происходит? Не останавливайтесь, пожалуйста. Здесь у нас история девушки, которая, насчитавшись любовных романов, находит письмо некой девушке, тоже не вспомню, как она подписывалась и так далее, о послании к её любовнику, будем так считать. И вот, вдохновившись этим посланием, отрывком из него, она решает писать свой роман. Но это письмо немножко теряется, его находит. Точнее, не теряется, когда она напишет первую главу своего а-ля романа, который будет писаться в письмах. Его находит как раз-таки друг нашего брата. И что-то заворачивается. Она, знаете, там девчонка такая интересная. В плане, зная вот порядки этого времени, прекрасно понимая некоторые правила, она всё равно с каким-то вот таким детской наивностью, вот этим приключенческим духом. Она такая, вот, а поцелуйте меня, я хочу узнать, как это происходит и так далее. И вот это всё получается настолько реально горячо, что я не ждала, я постоянно такая, ребята, вас сейчас спалят, а я не хочу на это смотреть, как вас спалят. А то, что вы делаете, это нормально, нормально. Вот, и для меня это действительно стало неожиданностью, что здесь было столько вот этих романтических сцен, столько вот этого пламя между главными героями, поэтому я осталась в очень приятных впечатлениях. При этом концовка немножечко меня смутила, она показалась мне слишком смазанной, слишком быстрой, её можно было раскрутить чуточку больше, и было бы намного лучше. Но при этом, дочитав эту книгу, и идя домой, ну, я дочитала на работе, и вот идя с работы домой, я словила себе на мысли, что я очень хочу почитать ещё. А мне кажется, это огромный показатель того, что книжка мне действительно понравилась, и уже есть новость о том, что будет вторая книга про брата главной героини, и я безумно рада, что я угадала, какая именно любовная линия там будет. Мы записывали по этой книжке подкаст «Подвальных романтиков», если вы не знаете ещё о нашем книжном клубе, то ссылочка в описании, обязательно к нам присоединяйтесь. И мне было очень приятно, что я вот угадала, знаете, разгадала все эти тайны Баден-Бадена, поэтому да. Ещё раз хочу признаться в любви этой обложке, просто у второй книжки тоже суперсимпатичная обложка. Я надеюсь, что она понравится мне даже больше, потому что он брат, но я надеюсь, что он не накосячит, как здесь. Следующие книжки несколько. Это, знаете, Ане захотелось зимнего новогоднего настроения, пока на улице есть снег, потому что я знаю, что Новый год снега не будет, это уже, знаете, прожитая история. И у меня есть ещё один книжный клуб, который мы собираемся непосредственно в Минске. Я вам уже рассказывала в прошлом видео прочитанном, что вот мы читаем иногда книги. Ну, шляпи, как у нас вот только вторая встреча была. И, если честно, на эту встречу хотя бы больше половины книжек прочитала только я, и в итоге только я её зачитала. Но так уж вышло, вы всё равно классно потусили. Я, если честно, забыла найти закладку. Сразу говорю, это Кая, Александжело. Забыла взять закладку, она у меня где-то... О, у меня ещё эти закладки есть. Я думала, они у меня закончились. В общем, в комплекте шла закладка, и я не помню, куда её положила, но сам факт того, что мне её... Мне она досталась, это большая радость для меня была, учитывая, что она очень красивая. Сама книжка тоже безумно... Безумно красивая. Тут у нас есть такие вот корзицы. Пу-ку-ку. Здесь ещё очень красивая верстка. Вот есть, смотрите, какой момент. Очень так тематически всё уформлено красиво. Ну и в целом, с вами глава тоже вот... Боже, моя печаточка. Да, да, я её ставлю. Есть иллюстрации. Тоже, девчоночки, отвал всего. Но если говорить о самой книге, я поставила ей тоже 4. Мне лично она понравилась. Просто она мне прям попала под нужное настроение. Мне хотелось чего-то такого монотонного, медленного, где сюжет довольно медленно движется, много какой-то философии и так далее. Она попала мне под настроение, поэтому она мне в целом понравилась. Но я могу понять, почему она другим не понравилась, почему девчонки остальные её не захотели дальше читать, остановились там на первых 100 страницах, потому что, опять же, не каждый хочет читать эту монотонную историю, которая, ну, действительно, медленно движется, где ты не можешь как-то ухватиться за этот активный сюжет, за какие-то диалоги, потому что тут у нас больше монологов героя, я бы сказала, самим собой. При этом, опять же, мне понравилось. История интересная, довольно атмосферная. Это у нас ритейлинг Снежной Королевы. Вот. Здесь, как вы могли понять, по артам любовная линия не с Гердой. Хотя я тоже никогда не понимала, Герда, Кая, они вообще там кто кому друг к другу, потому что потому что у меня какие-то сомнения. Вот. И короче, мне понравилось, но мне кажется, можно было сделать это немножко прикольнее. Но при этом книжка какая-какая она есть, и я действительно могу советовать её читать, если вы хотите вот немножко по как это правильно сказать-то? Ну, чего-то спокойного. Хотите немножко заземлиться, не хотите каких-то вот типичных романов. Но любовная линия здесь не на первом месте, хочется сразу сказать. То есть, вот, возможно, этого хотелось бы чуть-чуть больше. Сам сюжет мне понравился. Мне понравилась заварушка, понравилось, как это всё в итоге разрулили. Поэтому я это больше рассматриваю, знаете, как такую сказку. Вот. С этой стороны, ну, это прям, мне кажется, хорошая история. И опять же, мне кажется, ради оформления хотя бы стоит её купить. И если вы хотите какого-то атмосферного чтения на зиму, обязательно рассмотрите этот вариант. Идём дальше. Следующее моё, извиня, атмосферное чтение. На самом деле, вот, я прям успела прочитать это в ноябре. Это у нас невеста ноября, Ли Арден. Очень давно хотела познакомиться с этой историей, потому что всё заглядывалось на подарочное издание, которое нынче выходит каждый год. До сих пор обычное издание остаётся моим самым любимым по обложке, но мне после прочтения захотелось скупать все подарочные, поэтому посмотрим, буду ли я это делать. Но, девчончики, обычное издание, мне кажется, даже как бы и без подарочных можно вполне обойтись. Очень красиво. Зачетание Дарьи Боброва и Ли Арден это всегда беспроигрышный вариант, поэтому я в любви. Сама история это у нас ритейлинг сказки 12 месяцев. Здесь у нас девушка, которую зовут Яра. Там у нас происходит, они живут в мире, где, грубо говоря, нет зимы, потому что осенний там ноябрь братец победил зимних братьев и все этому рады, но вот что-то идёт не так, поля гниют и так далее. И так случается, что есть там лес, в котором живёт этот зимний колдун, и в итоге наша главная героиня туда захаживает, ну а дальше уже, как понимаете, сюжет развивается и так далее. Что я хочу сказать? Мне очень понравилось, поставила тоже ей четвёрочку, очень приятная история, опять же, вот из серии, почитать её как сказку, насладиться атмосферой, господи, какие некрасивые, просто не могу, провести несколько приятных, возможно, один приятный вечер, слушать, как забывает метель и читать эту историю. здесь та же самая возможная проблема, что я бы хотела больше любовной линии, но с другой стороны, я смотрю на это так, что добавь автор больше любовной линии, то сюжетный поворот, который там был, он бы не так хорошо сыграл, поэтому никаких претензий, мне всё очень понравилось, опять же, я провела по-моему, один, а может даже два атмосферных вечера, не знаю, буду ли я её перечитывать прям каждый год, сделать какую-то из этого традицию, но то, что я буду её перечитывать, это несомненно, опять же, это вот такая приятная сказка, которой ты с удовольствием наслаждаешься, можно было всплакнуть, но я не всплакнула. Продолжаем навевать наше зимнее настроение, кстати говоря, я думала, что эта книжка навеет мне новогоднее настроение, но об этом чуть позже, я вообще начала читать фанфик по Гри Поттеру наконец-то, аукцион, который у меня тут стоял, знаете, я прочитала страницу 150 или 200 первого тома и поняла, что что-то мне не особо идёт, поняла, что мне нужно чего-то другого и потом словила себя на мысли, что мне нужна таблетка счастья, таблетка радости в виде книжки Аси Лавринович, у меня с марта месяца стоит вот эта прелесть на полках, который мне подарили на день рождения «Загадай любовь», сейчас как раз выходит сериал 14 декабря, если не ошибаюсь, выходит последняя серия на ОКО, я собираюсь наконец-то купить подписку и посмотреть в братом полностью весь сериал, но в преддверии этого я решила наконец-то прочитать книжку, и знаете, абсолютно не ошиблась, абсолютно правильно это было решение взять именно эту историю, знаете, обожаю моменты, когда рука сама тянется к книге, и чаще всего вот это стопроцентное попадание, книжка в итоге выходит на 10 из 10, это мои самые любимые моменты вот в чтении, здесь у нас история тоже опять же такая зимняя, школьная, такая вот, знаете, тёплая, семейная, чего мне вот именно очень хотелось, и то, что мне всегда могут дать книжки Аси, не знаете, не так давно это поняла, и настолько это знание помогает мне жить, что я в любой момент могу обратиться к этим книгам и просто отдохнуть, но я не ожидала, что здесь будет только драма, я ожидала просто какую-то весёлую новогоднюю историю любовную, да, возможно, драмы было бы, но здесь было довольно много именно семейных каких-то разборок, при этом я с таким, знаете, как будто под гипнозом это всё читала, настолько не могла оторваться, настолько вот я и плакала, сочувствую героям, настолько сопереживала им, настолько я просто улыбилась, когда продвигалась наша любовная линия, потому что мальчик здесь ну просто зайчик, здесь у нас ещё вообще всё начинается с того, что главная Грейня влюблена в своего учителя географии, но у нас там есть ещё один одинокий парень с проколами в ушах, ну это просто, в итоге у нас тут немножко случается фейк-дейтинг, который в итоге естественно перерастает в эту искреннюю прекрасную влюблённость, любовь, то, как эта история заканчивается, то, как она пропитывает тебя этой зимней атмосферой, ой, я не знаю, девчонки, я безумно счастлива, что я прочитала эту книжку, наконец-то с ней познакомилась, потому что я знаю, что многие считают это чуть ли не лучшей историей из написанных Аси, скажу так, пока что из моего топа Нелюбовь Сероглазого Короля ещё никто не сместил, но у меня ещё очень много книжек впереди непрочитанных Аси, поэтому думаю, что это возможно произойдёт, но Загадай любовь определённо заняла какие-то первые места в моём личном рейтинге, и мне теперь безумно хочется посмотреть сериал, чтобы ещё раз прожить эту историю, взглянуть на то, как её экранизировали, и ещё больше во всем этим проникнуться, потому что всё-таки я больше визуал, наверное, и мне кажется, что мне очень понравится сериал, но ждём, пока он выйдет до конца, а пока что тоже присоединяйтесь, читайте книги, тем более уже декабрь, уже пора. На самом деле у меня не так много осталось книжек на полках с каким-то новогодним вайбом зимним, и я прям не знаю. У меня ещё, знаете, я никогда не получалось выполнить челлендж на Лайфлибе. Я всегда ставила много книг довольно, и как-то так не выходило. В этом году я поставила 75, и у меня сейчас 65 прочитанных. И вот, типа, сегодня 1 декабря, когда я снимаю это видео, не знаю, выставлю его сегодня или завтра, и я думаю, у меня в чистой теории есть возможность выполнить этот челлендж. Но я не хочу прям насильно себя заставлять читать, но в теории я могу и не насильно заставляя себя просто с удовольствием, читая, могу выполнить этот челлендж, но, не знаю, это будет тоже, знаете, такое новогоднее чудо. В общем, в конце года мы с вами об этом узнаем. А пока что последняя книга в этом видео. Книжка, которую я заканчивала читать сегодня ночью, я хочу просто признаваться в любви бесконечно, потому что эта история определённо войдёт в топ моих любимых лучших книг, которые я прочитала в этом году, потому что моё сердце отдано ей, оно разбито ей, оно просто собрано ей. В общем, это «Она любит плохих парней» Алекс Хилл. Я знала, что эта история мне понравится. Она уже давно стояла у меня на полках довольно. Я читала «Метод книжной героини», тоже в этом году, она, по-моему, в этом году и выходила, но неважно. И «Метод книжной героини» мне тоже очень понравился, и там у нас как раз-таки есть Лана, главная героиня, и её подружка Катя, которая рулит там всем сюжетом, как раз-таки впаривая эти «Методы книжной героини» нашей Лани. И я не испытывала какого-то, знаете, вот этого раздражения Кати в прошлой книге, хотя она объективно часто творила какую-то ересь, при этом я реально ждала книжку про неё, и безумно рада, что Алекс её написала, то, как она её написала, просто покорило моё сердце, и читая аннотацию, видя какие-то отзывы, я прекрасно понимала, что эта история мне понравится. Я была в этом безоговорочно уверена, и просто как-то, вот знаете, сама рука не сянулась, и я всё ждала, когда она сама потянется, чтобы наконец-то её прочитать, и вот буквально позавчера это наконец-то случилось, я взяла книжку в руки, и еле смогла остановиться. Я просто покажу вам количество закладок. Честно говоря, у меня давно не было такого количества закладок, их тут безумно много, поэтому я и думала, что у меня все закладки закончились, но нет, вот что-то у нас ещё осталось. В конце тут даже почти всё выделено зелёным, потому что других закладок не осталось. Это было настолько прекрасно, что я не могу перестать думать о Дарье. Это просто мужчина мечты, один из лучших книжных парней, про которых я читала, и я готова действительно признаваться ему в любви бесконечно. Если же говорить, о чём в целом у нас история, здесь у нас наша боевая, даже по обложке видно, девчонка Катя, которая уже поступила в университет, и тоже вот этот момент взросления героев, он всегда для меня очень трепетный, и когда в этой книжке появлялись наши Ланы с Ельсеем из метода книжной героини, у меня прям сердце вздрогнуло, я прям очень сильно их люблю. И у нас здесь троп, преподаватель, студентка. Не знаю, как вы, я просто обожаю этот троп, хотя читала с ним очень мало чего, но я обожаю его ещё, знаете, с подросткового возраста, когда смотрела на «Милых обманщиц». «Милых обманщиц», «Эзра и Ария» «Это моя любовь на века», поэтому, когда я узнала, что в этой книжке этот троп, ну как бы, мы не могли с ней не подружиться. И здесь у нас такой главный герой. Знаете, у нас всё пошло тут не по канонам, несмотря на то, что главная героиня, она как раз-таки стремится забоёвывать парней по каким-то книжным канонам, здесь это так классно прописано, именно с психологической точки зрения, почему с ней это происходило, почему она так делала, как это вообще работало. И тут она сталкивается с человеком, с которым эти книжные каноны не срабатывают. Потому что он у нас классный мужик, проработанный с психологом, просто тоже с своими замутами, но, господи, он прекрасен. Это просто секс в брюках, как я его называю. Катя называет его старикан, и, господи, как каждый раз, когда Дарья называла Катю Катюшей, у меня выделено почти каждый раз книги, потому что я готова плакать от того, как это мило. Знаете, пересмотрела звено на это имя с новой стороны, если честно. Хотя у меня много знакомых, подруг Кать, но это прям было вау. И вот как развиваются их отношения, знаете, насколько Катя такая немножко сумасбродная и, как это правильно сказать, энергичная. В общем, Гериня, от которой сорви голова, от которой не знаешь, что дать дальше, вот точно такой же здесь сюжет, потому что ты такой, ну, типа, наверное, это пойдёт так, и это не идёт так, и ты такой, ого, что же будет дальше? И ты до последнего такой, окей, окей, а что дальше? А что дальше? И вот так до самого конца я и поплакала, и насмеялась, и бабочки в моём животе просто порхали, как невозможно, и потому что это прекрасно. Мне действительно хочется кричать о том, чтобы все читали эту книгу, потому что она подарила мне прекрасные эмоции. Я, честно говоря, когда я её читала, я такая, блин, с одной стороны, я хочу поскорее закончить, потому что мне хочется полностью узнать их историю, чем она закончится, а с другой стороны, я хочу остаться в этой истории навсегда, потому что, потому что это просто прекрасно. Если честно, в последнее время я, короче, я никогда не была подвластна вот этому, типа, ой, вот это вот мой книжный краж, и так далее, то есть, да, мне нравились эти книжные парни, но я всегда их рассматривала как часть определенной пары. Здесь ты просто смотришь на этого Дарья и такой, господи, какие ритуалы я должна просто найти, чтобы этого мужчину вытащить в жизнь, потому что, ну, это же, ну, это же, ой, сколько поддержки он дарил, сколько терпения он тратил на главную героиню. Ты смотришь на вот этого терпеливого мужика, 28-летнего, который терпит просто из Агидона на 20-летние малышки, сколько она там, его мозг, этот, нецензурных слов не будем использовать, в общем, достает она его. И ты думаешь, господи, как это прекрасно. Ну, то есть, несмотря на то, что Катя тоже там делала, творила, я все равно ее полюбила, все равно испытывала к ней безумное количество, безумное большое количество тепла, понимания и прочего, поэтому, это, определенно, это лучшая книга, прочитанная в этом месяце. Это, несомненно, ой, боже. В общем, если вы не поняли, я очень советую вам ее прочитать. Плюс, я очень люблю то, как пишет Алекс, то, как она передает эмоции персонажей через их монологи внутренние. Это действительно очень круто, как это показано с психологической стороны. Но я знаю, что некоторые мне нравятся какие-то сленговые фразочки, выражения, которые могут быть использованы в ее книгах. Особенно с этим часто сталкиваюсь, обсуждая с другими «Найди пять отличий» тоже авторства Алекс. Не знаю, мне как-то я не обращаю на это внимания, я в целом стараюсь подходить к чтению, типа, если автор написал, значит, так и должно быть. И мне кажется, это все уместно, поэтому у меня с этим проблем не возникает, и я надеюсь, что у вас тоже, потому что вам надо прочитать эту историю. Я просто рекомендую ее как могу. Надеюсь, она действительно смогла. Хотя, я не уверена, что из моего спича вы хоть что-то поняли, но я надеюсь, по эмоциям, как бы, мы словили с вами вайп, вы такие, да, заказываю. В любом случае, на этом все. Пять книг закончилось. Кто знает, может быть, в декабре я расскажу вам о большем количестве историй. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Можете приходить ко мне в Телеграм, там я появляюсь чаще, чем здесь. Ну, а вам я желаю хорошего вечера, дня, ночи, где бы вы ни были, что бы вы ни делали. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok